Всем привет! С вами Вера и сегодня будет свеженькая, новенькая, только что испеченная порция советов для рисования, ну или лайфхаков, как вы любите их называть. Но прежде чем мы начнем, я поставлю лайки на комментарии всем, кто напишет ассоциации к слову осенний. Ну что ж, поехали! Если вас достало постоянно путаться в цвете маркера на бумаге, а не на его крышке, и вы устали от необходимости заглядывать в выкраски, просто закрасьте по размеру кэпы маркера кусочек бумаги и прикрепите его к кэпу. Вот так. Теперь все понятно и удобно. Тоже можно сделать с любыми материалами, например с карандашами. В последнее время я решительно отказалась от использования черного линера для контура своих рисунков. Попробуйте и вы применять другие цвета линера или отказаться от него вовсе, например в пользу карандашей цветных. Рисунки станут аккуратнее и чище. Помните, я уже рассказывала, чем опасно рисование маркером по карандашу? Видео будет в описании. Так вот, если вам не удалось до конца убрать карандашный набросок, то лучше раскрашивать рисунок пером до лото, оно лучше очищается от загрязнений и по моему опыту служит дольше, не забиваясь даже при самой нещадной эксплуатации. А вот, кстати, совет от Антонины на этот случай. Четвертый совет происходит прямо из предыдущего. Если вы случайно закрасили маркерами карандашную линию, то стереть ее обычным ластиком и не повредить рисунок будет сложно. Электрический ластик очень хорошо справится с этим, насколько это возможно без травмирования бумаги. Мой ластик, например, с Алиэкспресса стоит копейки, а его незаменимость даже в самых мелких мелочах я оценила. О нем, кстати, я отдельно рассказывала на канале, ссылка тоже будет в описании. Пятый совет радикален, но попробовать стоит. Вместо карандаша для наброска используйте самый светлый маркер. Все, никаких проблем, и сверху легко можно все закрасить, но только в том случае, если вы рисуете пейзажи или предметы. Шуточный совет, который поможет проще относиться к рисункам. Если что-то пошло не так, не мучьте себя и бумагу, выкиньте лист и начинайте все снова. Все получится. Я уже говорила, что маркеры нужно хранить горизонтально, но для рисования можно попробовать один прием. Если поставить маркер на время вертикально, то чернила будут вытекать из него чуть лучше, чем у лежачего маркера. Это может пригодиться для создания особенно равномерных и густых заливок. Если вам не удаются ровные заливки маркером, то всегда сверху можете проштриховать карандашом и добиться идеального тона. Я вас очень люблю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok